Бизнес должен чувствовать поддержку на всех уровнях госуправления. Алихан Смаилов встретился с предпринимателями западных регионов. В мероприятии приняли участие предприниматели Атараусской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангостаусской и Казалардинской областей. Тут они могли напрямую рассказать главе правительства о своих проблемных вопросах. На встречу к Смаилову прибыл средний бизнес Запада, а также Казалардинской области. Здесь они подняли вопросы рыбной отрасли, логистики, экспорта продукции и импортозамещения. Например, компания из Уральска презентовала новый проект по производству оборудования для нефтегазовой индустрии на 3,9 миллиарда тенге инвестиций и попросила оказать содействие в предоставлении преференций. Премьер ответил, что на сегодняшний день для инвесторов республики действует ряд механизмов по получению господдержки. На площадке каждого Акимата нужно проводить систематические встречи по решению проблем предпринимателей. Бизнес должен чувствовать поддержку на всех уровнях государственного управления. Правительство всегда открыто и готово к диалогу и поддержке бизнеса. Сегодня в ваших регионах работают всего 517 субъектов среднего бизнеса, сказал премьер. Это говорит о том, что потенциал для создания развития расширения, а также влияния среднего бизнеса на развитие экономики и повышение экономического роста реализован не в полной мере. Словно в ответ Смаилову предприниматели сферы АПК подали интересное предложение. Например, мангистауские предприниматели подняли вопрос разведения верблюдов. Я сама занимаюсь развитием верблюдоводства в течение 5-6 лет. Одно из самых важных предложений, которые я внесла, это сотрудничество с наукой, наукой сельского хозяйства. Очень долго мы занимались сами своим саморазвитием, но уже исходя из опыта пришли к выводу, что, несомненно, развитие сельского хозяйства должно тесно быть связано с наукой. И еще одно предложение было внесено мною – создание программы о внесении верблюжьего молока и молочных продуктов из верблюжьего молока в рацион социальных объектов. Это детских садов, военных рацион питания, больниц. А вот на встрече с предпринимателями Акмолинской, Костанайска, Павлодарской, Североказахстанской областей обсуждали обрабатывающую промышленность. И, как отметил Смаилов, в текущем году по линии индустриализации планируется реализовывать 170 проектов на сумму более 1 триллиона тенге. По линии АПК – 300 проектов на 540 миллиардов и параллельно расширяется перечень налоговых и таможенных преференций. Также для экспортеров готовой продукции. На местном уровне оказывается поддержка по выделению земельных участков, подведению всей схемы и другим вопросам, входящим в компетенцию Акимов. Сегодня, я считаю, что была очень продуктивная встреча. С нашей стороны был поднят вопрос о качестве строительства молочно-товарных ферм. Сейчас, как многие знают, 100 миллиардов тенге выделяется на строительство молочно-товарных ферм. И я подчеркнул важность того, чтобы не оказаться в ситуации, где у нас очень много мельниц, или где мы увеличиваем количество пассивных подсолнуха, но продолжаем импортировать подсолнух из России. Многие мельницы стоят. Чтобы мы не укатились в такой сценарий, я предложил создать рабочую группу. Благодаря таким поддержкам мы можем загрузить на производство на 80% и дать более качественную продукцию жителям нашего Казахстана. И самое главное, уйти от импорта зависимости. Немаловажным направлением является и повышение эффективности мер господдержки, а правительство будет активно поддерживать инициативы среднего бизнеса по созданию и расширению новых производств. Средний бизнес за счёт выпуска конкурентноспособной продукции широкого спектра должен стать драйвером роста экономики. А потому мы возлагаем большие надежды на развитие этого направления. Бизнес, получивший господдержку, должен расширять своё производство, обеспечивать рост выпуска несырьевой продукции. Приоритет здесь нужно отдавать насыщению внутреннего рынка. А ещё тут сообщили, что казахстанские компании способны нарастить производство в отрасли ещё на 46 миллиардов долларов. При этом наша республика обладает потенциалом дополнительно поставлять продукцию на рынок макрорегиона почти на 300 миллиардов долларов. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. На большие очереди на АГЗС пожаловались октауские водители. Уже несколько дней они испытывают трудности при заправке автогазом своих автомобилей. В управлении энергетики Монгостаусской области сообщают, что дефицит топлива возник из-за наступления летнего сезона и большого потока автотранспорта из других регионов. Сейчас большинство газосаправочных станций в городе закрыты, говорят водители. Владельцы станции также подтверждают, что топлива не хватает. Водители на жаре стоят в очереди по несколько часов. Если повезёт, то заправляются. Если нет, приходится искать другую газосаправку и выстаивать такую же очередь. Водители опасаются, что дефицит приведёт к росту цен. Стою уже два часа. Не знаю, повезёт ли сегодня заправиться. Как лето, так у нас начинаются перебои с газом. Который год уже так. С утра газа нет. Пришлось проехать пять заправок, прежде чем нашел эту. У меня машина рассчитана только на газовое топливо. Если его не будет, вообще придётся без машины передвигаться. Чиновники поспешили успокоить автовладельцев. Говорят, данная ситуация не переведёт к повышению цен. Образовавшийся дефицит чиновники связывают с тем, что в регионе наблюдается наплыв туристов, вследствие чего увеличился спрос на газ. Сложившаяся ситуация возникла из-за большого потока автотранспорта из других регионов в канун летнего сезона, поэтому увеличился общий объём потребления сжиженного нефтяного газа. Потребность региона в сжиженном нефтяном газе в Магестауск области составляет 17 тысяч тонн. В настоящее время в целях стабилизации ситуации ведётся соответствующая работа с местными исполнительными органами. По данным Управления энергетики, за месяц региону необходимо 17 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа. Эта потребность полностью обеспечена. Теперь ведётся работа по правильному распределению запасов голубого топлива в период туристического сезона. 11 лет колонии получил убийца сотрудница Акимата в Актубе. Суд вынес приговор по резонансному преступлению, которое этой зимой потрясло весь регион. Тогда мужчина нанёс своей жертве 35 ножевых ранений, а тело женщины положил в багажник такси, где оно пролежало несколько дней. Из зала суда репортаж Лейла Уесовой. Жестокое убийство 47-летней сотрудницы областного Акимата всколыхнуло город. В конце февраля. Тогда главная специалист управления культурой из дома поехала на работу и пропала. Спустя сутки родные объявили женщину в розыск. А на следующий день её труп со следами насильственной смерти нашли в багажнике чужого авто. На теле погибшей судмедэксперты насчитали 35 ножевых ранений. По подозрению в убийстве был арестован 29-летний таксист. 11 лет – это максимальный срок. Суд признал его виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также выпросили с подсудимого 10 миллионов тенге компенсации. Но, учитывая его положение, суд решил оставить сумму морального ущерба в размере 8 миллионов тенге. Выяснил, что убийца и жертва были знакомы, а в день преступления между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией. Мужчину полицейские вычислили по горячим следам при помощи уличных камер. У погибшей остались две несовершеннолетние дочери 16 и 18 лет. Её родные с решением суда не согласны. Там, если описано, что в печень проекция диафрагмы, потом шея в трёх местах, а первый рано очень глубоко, аж туда за горло. И вот здесь вот сзади до кости машина в крови, резину полики, всё прилипло, её еле как отдирали. И она была так сложена, ещё я с этим не согласен. Она как бы была вот так, квадратиком в стороне. Если человека там, любого ты кидаешь, например, как он упал, так его положили, лежит же, а там было так, как-то буктип в стороне. Приговор суда в законную силу ещё не вступил. У потерпевшей стороны есть 15 дней, чтобы его обжаловать. Однако родственники погибшей женщины заявили, что не намерены добиваться сурового наказания для убийцы. К слову, при вынесении своего вердикта суд учёл, что осуждённый чистосердечно раскаивается, и у него есть маленький ребёнок. Лаила Освожжи, Март Хадайбергенов, телеканал ТТК 42, Октубе. Основатель и генеральный директор сетей ресторанов быстрого питания Ланчжоу Гульбану Майгарина прибыла в Уральск. Здесь успешно работает 50-й по счёту ресторан Ланчжоу из 60-ти, сеть которых развернута в пяти странах мира. Бизнес-вумун отметила, что в Уральске заведение быстрого питания, где можно отведать лапшу из уникального теста, работает с особым успехом. Один из 60-ти ресторанов быстрого питания Ланчжоу открылся в Уральске в 2022 году. Заведение сразу набрало популярность среди местного населения. Это неудивительно, ведь здесь представлено обширное меню, в котором каждый найдёт для себя блюда по вкусу, выполненное настоящими профессионалами. У нас работает порядка двух тысяч человек. Сейчас я нахожусь в городе Уральске. Это наша 50-я точка, которая открылась очень успешно, громко ворвалась в наш город. Это один из наших лучших проектов, которым мы гордимся. И сегодня я приехала поздравить команду, замотивировать, рассказать, какие у нас планы, что они могут, для чего мы идём. О том, что бизнес – это всё-таки люди. Уделить им внимание и время. Именно для этого меня сюда пригласили поделиться своим опытом и замотивировать команду. Гульбану Майгарина отметила, что в сети ресторанов, которые работают в пяти странах, соблюдаются все нормы и требования. Успешному функционированию заведений способствует внедрённый розничный налог. Недавно только мы вместе с огромной командой людей внедрили розничный налог, который сейчас именно для общественного питания даёт нам возможность обеляться, спокойно работать, потому что там очень большой, скажем, почти больше двух миллиардов тенге годовой оборот. И это нам даёт возможность спокойно работать, не оглядываясь и развиваться. Особой популярностью в ресторане Ланчжоу пользуется лапша, приготовленная из уникального теста. Повара выполняют свою работу, исходя из предпочтений посетителей. Заказав лапшу, вы можете самостоятельно выбрать её толщину. Всего две минуты – и порция выбранной гостем лапши готова. Гости и жители города Уральска. Мы открылись в том году, в сентябре месяца. Работаем уже девять месяцев. Наши двери всегда открыты. Мы работаем круглосуточно. Наше меню очень разнообразное. Недавно мы добавили ещё 20 новых блюд. Наши особенности – у нас открытая кухня. Всё готовится из-под ножа. Любой гость сможет посмотреть, как у нас тянется лапша, тянется лагма. Испытать изысканный вкус разнообразных блюд вы можете, посетив ресторан «Ланжоу» по адресу город Уральск, улица Ихсанова, 44-1. Альбина Каленова, Айбла Джагапара и Мураджагапар, ТДК-42. В Уральске завершилось открытое первенство по гребле на обайдарках и каное. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов, которые состязались на дистанциях 200 и 500 метров. Спортсменов, покажавших лучшие результаты, наградили в торжественной обстановке. В городском парке культуры и отдыха прошли соревнования по гребле на обайдарках и каное. Спортивное мероприятие приурочено Дню защиты детей и посвящено памяти Хайжана Идиатова, который вел активную общественную деятельность и был многие годы членом Демократической партии Казахстана Ахжол, западноказахстанский филиал которой на регулярной основе оказывает всестороннюю поддержку гребцам. В результате количество желающих заняться греблей на обайдарках и каное с каждым годом увеличивается. Каждый год мы проводим в честь памяти нашего другу, коллеги, Хайжана Султановича Идиатова. И вот я смотрю на динамику проведения таких мероприятий. Этот турнир становится уже, скажем так, международным. Прибавляется все больше и больше стран, участников этого турнира. В торжественной церемонии награждения победители соревнований принял участие родной брат Кайжана Идиатова, который отмечает, что поддержка спортсменам всегда нужна и поблагодарил организаторов за оказанное внимание. Благодарю ПСП «Серик» организован за организацию. Ежегодно она проходит у нас уже седьмой год. Спасибо Юрию, который не забывает, друзья. Я иногда вспоминаю то же самое. Он тоже любитель спорта был, организатор. Заложил фундаменты в соревнованиях здесь. Здоровья, счастья всем детям, благополучия. В настоящее время гребли на байдарках и каное достаточно популярны среди молодежи вид спорта. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Западно-Казахстанской области, других регионов Казахстана и стран ближнего зарубежья. Одним из победителей является Даниил Шутов, который приехал из Шумкента. Он занимается греблей на байдарках и каное 8 лет. Сегодня была дистанция 500 метров. Я занял первое место. Соревновался я с Азербайджаном, Казахстаном и Россией. Из Азербайджана были хорошие конкуренты. Последнее первое место я занимал достаточно давно, когда только начинал ходить через два года в Бишкеке, на Иссыкуле. Участники соревнований отмечают, что успешному развитию данного вида спорта способствует поддержка Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана «Ахжол». Партийцы, в свою очередь, говорят, что не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат помогать спортсменам. Альбина Каленова, Олег Писаренко, Аймураджа Капар, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова